Итак, хочу вам представить моего сегодня гостя, епископ Альберт Раткин, человек известный, я думаю, что многие из вас не раз наблюдали его выступления и на личных каналах, а также Крестовый подход, я так понимаю, ты часто там выступал, да, Альберт? Бывало, бывало иногда. Ну, брат, добрый вечер, если можно во время войны так говорить, добрый вечер, нам на самом деле было очень сложно соединиться и очевидно, вот по телефону созваниваемся, выходим сюда, сразу падает у Альберта скорость. Очевидно, моя персона привлекает в России внимание, они как бы это, но я рад, что мы наконец соединились, я даже не успел ничего подписать, просто стоит Альберт Раткин и вот все, наконец-то там слово стоит. Потом я напишу туда правильный текст, надеюсь, у нас все получится. Итак, Альберт, скажи мне, пожалуйста, что вообще происходит? Вот ты мог себе представить, что именно так повернутся события, что вот настоящая война, настоящие бомбежки, настоящие смерти, вот настоящая трагедия, о которых мы когда-то смотрели фильмы, читали в книгах. Так, это было как будто бы очень давно и не верилось, что в наше время может что-то подобное быть. Твой, я уверен, что ты как-то рефлексируешь и пытаешься понять, вообще настоящие причины, как могло это случиться, что Россия напала на Украину, что, вот как это вообще могло произойти? Это же невероятно, правда? Ну, с одной стороны невероятно, но с другой стороны проанализирую сам последние там 20 лет, да, скажем, есть определенный период, который все понимают. Вот, у нас там президент правит из, и, ой, если к началу вернуться к февралю, у меня утром прям рано позвонил друг один в Сибири, пастор, уже епископ Андрей, и говорит, война. Я в шоке был сам, точно так же, как и ты. Но с другой стороны, вот анализируя сегодня, ну, мы все понимаем, что готовили уже, готовили к этому событию. Готовились они давно. А что за этим стоит, ну, не знаю, я слушаю тоже разных и политиков, и политологов, и общественных деятелей, вот, и сам тоже прошляю долго. Это что-то личное, потому что, ну, чем-то другим это нельзя объяснить, не знаю. Нет, ну, понятно, что уже 8 лет идет война, я не говорю вот за вот этот момент, но ты помнишь, что, скажем, 15 лет назад, вот я много-много служил в России, 15-15 лет назад. Мы ездили, служили, церкви, братья, служения, обеды, встречи, альянс «Россия без сирот». Вот абсолютно не было понимания, и что к этому можно прийти. Понятно, что те, кто больше занимался политикой, они понимали, что есть какие-то фундаментальные такие проблемы. И вот я у тебя хочу спросить, ты можешь, вот, кроме того, что ты сказал личное, ну, понятно, что история субъективна, вот, заело Путина, что его не уважили, и, допустим, он бомбанул. Ну, а какое глобальное, на твой взгляд, вот в чем лежит проблема, кому это надо, почему, вот, кроме, ну, это же не просто один человек, как могло случиться, что большая страна, которая претендовала на то, что мы бы там братские народы, совместное какое-то, пусть советское прошлое, пусть несчастное, но совместное, вот, как могло случиться, что к этому пришли? Ну, опять же, скажу личное, да, потому что других объяснений нет, но попробую объяснить, вот, не знаю, могу изо всех россиян говорить или нет, но в школе мы воспитывались, мы сами этого не понимали, вот здесь, в центральной России, вообще, мне кажется, во всей России, с таким сильным имперским мышлением. Что я имею в виду под этим? Вот, я рано начал ездить по республикам, где-то, вот, библейку закончил, мы познакомились, первое для меня было шоком, которое, вот, встряхнул меня серьезно, я был молодым человеком, 94-й год, я познакомился с пастором Денисом по-дорожному, подружились с семьями, и я летал несколько раз туда, в Узбекистан. Вот, ты не представляешь, что ломалось во мне? Я не представлял даже, я был воспитан на школьных учебниках, что я знал об Узбекистане? Наверное, нам что-то давали, но единственное, что я знал, ну, вот, в голове, будучи взрослым, христианином, пастором, да, я знал, что там басмачи, и мы их освободили. Как бы мы везде освобождали, всем, всем жизнь давали. Тем более, такой короткий период, 70 лет, да, мы им все построили, нас так учили, и ты сам даже не понимаешь, вот, как нас бивали это все, с песнями, с речевками, со всем. И этот имперский дух я только там начал понимать, и мне начали рассказывать, какая история Узбекистана там. Три тысячи лет, там, тот же Самарказм или Бухара, ровесники Иерусалиму. У меня просто в голове это не укладывалось, я, ну, как бы, вот, знаешь, это не просто культурный шок, когда тебе чуть, ну, там, чуть за 20, и ты вот там, в этих местах, и это шокирует. Я начал тогда же покупать книги, такой, ну, знаешь, 90-е середины это было, когда печатались еще какие-то учебники по истории, я покупал везде, где бы я ни был, учебники по истории школьные. Чему учат в школе? Я пытался понять. Я купил в Белоруссии, в Узбекистане, в Молдове. Везде для меня это шоком было, что, оказывается, эти страны были, когда еще у нас ничего не было. А я думал... То есть, я уже будучи взрослым, стал осознавать, что те страны, которых ты думал, что вы якобы построили и подняли, что они существуют до России? Конечно. Да я в Молдовию приехал, да раз у них на деньгах какой-то там в короне нарисован, да, на леях на их. Я начал спрашивать, там памятник показали. Оказывается, там свое государство было, свой король был там. И это настолько ломало. Я поверить не мог сначала. Да как? Как вы могли там? Ну, ладно, Узбекистан, Молдавия. Что ты знаешь за Украину? Что ты знал за Украину и что ты теперь знаешь? То же самое думал. Ну, какие Украина? Нас воспитывали так, Москва. Вот ты знаешь, как это раздвоение закладывается в нас. Вроде в младших классах учили Киев, мать городов русских, да, оттуда все пошло, пришло. Но потом ты даже не понимаешь, куда это все уходит, все эти знания, мысли. Они вот сейчас слушают уже многих, как будто люди как зомбированы. Они не понимают, что да, там было начало. Спроси кого-то, где похоронен основатель Москвы. Ну, где? В Москве, конечно. Никто ж не скажет, что он в Киеве похоронен, да? Вообще у людей настолько, ну, как, вот сейчас этот термин зомбирует, да? Что я знал об Украине? Ну, вот я ездил в Украину, да, я дружил там с пастором в Луганске. Под Луганском Игорь Сяцко, не знаю, помнишь ты его или нет? А, он сейчас в одном городе находится. Вот, я у Игоря ездил, был там, и репцентры, когда дом ему дали, там, под его служение, под реабилитацию, под все. Это были вот, ну, 90-е, 2000-е. Вот, для меня шоком тоже было, как живут, и на нас не смотрят, и у нас ничего не спрашивают. Я помню еще, когда у вас, эти, миллионерами вы были. Я помню, Игорь приехал, говорит, привет вам от миллионеров. Я говорю, каких миллионеров? Он деньги эти показал с миллионами, купоны ваши там, или как они назывались тогда. Меня шокировало тогда, когда он меня на поезд провожал в Луганске, я ехал назад, вот, и поезд провожали под марш славянки. И у меня тогда так клокотало сердце, думаю, в Москву провожают на поезде, как на войну, знаешь, вот это прощание славянки. Я сижу в вагоне, поезд трогается, и это играет. И, ну, с людьми, язык мягкий тогда, ну, люди интересные. Ну, я много черпал для себя, потому что каждый народ, я любопытный по натуре, знаешь. Ну, скажи, ты же тоже продукт, вот, того воспитания. Ты в себе какие-то имперские замашки видел? Тебе приходилось с ними как-то бороться? Ты вот представил на то, что ты, как бы, головная, вот, титульная нация Советского Союза? Да, а как еще? Конечно, а это, мне кажется, у всех так было. Мы сами не знаем, откуда это вот в нас заложили, ну, понятно, со школы, в семье, это везде, это сейчас, вот, когда ты слышишь разные интервью на улицах города. Люди же, вот, именно из этого сознания, они и выдают все, свои чистые смыслы, в чем воспитаны. Да, надо, а как, а почему? Да надо их уже давно приструнить-то. Итак, первое, что имперское воспитание, то есть, вот, это вкладывалось с детства, и я думаю, что очень активно вкладывается сейчас, особенно, почти что уверен, что после вот развала Советского Союза, когда вот 90-е, вот эти неуверенности прошли. Ну, собственно говоря, я думаю, с эпохи Путина, когда пришел, вот, я думаю, что там вот спецслужбы осознали, что им нужно, вот, брать это все дело под контроль, и пошла пропаганда. Скажи, церковь каким-то образом осознает, вот, что есть вот такая имперская пропаганда, и это плохо, ведь тот же Ряховский говорит, что вот, от одной крови Господь всех произвел, вот, мы все братья. Вот, церковь, что-то вы могли бы представить, что вы в России противостоете вот этому имперскому духу, и, как бы, говорите, вот, мы все братья, от одной крови, не надо никого уничтожить. Вот, было такое? Потому что, ну, вот, мне епископа звонили и говорит, вот, Семченко, мой друг, звонил и говорит, Сергей, ну, нет такой страны Украины, есть окраина. Вот, что было, вот, в эти 20 лет? Было какое-то сопротивление? Была какая-то подача от церкви, какой-то, не знаю, трезвости, ну, сопротивление вот этому имперскому духу, или ничего не было? Мне кажется, постепенно все это ушло. Остались единицы, способные мыслить, размышлять, Сергей, потому что церковь – это отображение общества, она из людей состоит. Если строится пирамида, большая пирамида в государстве, да, где все подчинено власть, там, одного человека, идет распределение, да, сверху вниз, вот, это структура. То сегодня церкви все мыслят структурами, не культурой, не горизонтальными связями, взаимоотношениями, а они выстраивают вот то, что есть в обществе. Отсюда ты вот упомянул фамилию Риховского, да, этот союз, он точно такой же. Пытался говорить, пытался высказываться, я же долгое время был, сначала союзом, пока нет, в прошлом году меня не выкинули. Вот, почему? Потому что не хотят ни дискуссии, ни общения, ни размышлений. Это страшно. Страшно признаться в чем-то, страшно, что на тебя донесут, кто-то встуканет, какой ты. Вот я тебе говорю, чем это все проникнуто. А как ты посмел ко мне это? Как ты посмел вообще думать? И не просто думать, а говорить. У них же вся проблема со мной, что я завел канал и начал разговаривать с людьми. Начал говорить там с политиками, с депутатами. Да, я сразу анонсирую, друзья мои, оставайтесь с нами, сделайте перепост. У нас сегодня будет, мы нырнем туда, в сторону РосХВЕ, и я понимаю, что ты часть был РосХВЕ, и у тебя есть возможность знать и понимать больше, что происходило и что происходит. Давай по порядку подбираться. Итак, мы с тобой понимаем, что государственное, скажем, вот мироощущение, мировоззрение, которое транслировалось, оно влияет и на верующих, и на неверующих. И вот мой первый, как бы такой, ну, как пункт, который я хотел бы зафиксировать. Ответственность церкви быть более, ну, как бы стойкой вот к этим делам, чтобы, ну, как бы, вот написано, церковь в столбе утверждения истины. Вот если государство в какую-то сторону клонит, церковь должна оставаться как отвес. Вот у меня вопрос, почему эта теология виновата, вот ты сейчас можешь анализировать, почему церковь не оказалась отвесом, который бы мог распознать, что это уводит нацию в проблему, что зарождается некая, или, ну, пропитывается, вот, нация пропитывается вот этим имперским духом. Скажи, почему вот церковь никак, вот могла она что-то сделать или невозможно вот это было сделать? Мне кажется, невозможно. Сергей, все меньше и меньше умных людей, людей, способных думать и желающих думать. Ведь вот, если почитаешь любые комментарии, любые высказывания, они настолько боятся касаться любых тем, любых тем. Первое, что сразу все, о чем ты не начинаешь говорить, это политика, я туда не лезу, я не это, знаешь. Вот положение страуса, голова внизу, зад кверху. Продувается, все тебе хорошо, все. Конечно, я думаю, что проблема с этим. Нет мыслителей, вообще нет. Люди не способны. Были попытки, вот когда проводили там организационные деятельности игры, начать какой-то период такой вот был интересный, начать мыслить, думать, подключать к этому людей. Но порядка там 90%, может быть, не способны были. Создали там всякие эти рабочие тетради, я не знаю, видел ты их, философские духовные тетради. Вот они в открытых тетради. Да, но их слили, они никому не нужны. И главная причина, я с первых дней, когда это было, это уже больше 10 лет назад, первые игры были эти, организационные деятельности, там многие решения принимались, тоже говорил, ну, ребят, вы неужели не видите, не понимаете, что это заказ, что государство нас сейчас изучает. Были люди, которые, и есть заказ со стороны спецслужб, чтобы нас просчитать. Потому что тот человек, который ты упоминал, Сергей Ряховский, он тогда хвалился, нас просчитать никто не может. Но все можно просчитать. Но есть наука социологии, есть много других наук. Все описывается сегодня. Понимаешь, в нашей... Давай я через свою точку зрения скажу, а ты можешь отрефлексировать. Смотри, я думаю, что мы виновны в том, я сейчас мы говорю, включая и Украину. Мы сейчас немного меняемся, но вот в целом, если этот период брать, да, я считаю, на постсоветском пространстве сложилась некая евангельская культура, в которой запрещено, не приветствовалось, осуждалось сверху критическое мышление. Что значит критическое мышление? Допустим, человек выходит на кафедру, и он работает в так называемой теплой среде. То есть не ожидается, что слушатель должен каким-то образом проанализировать. А ты точно это говоришь? Ожидалось, что мы братья, дорогие братья и сестры. И вот такие прям, ты же помнишь эти интонации, братья, все. Как будто бы даже и не с руки фильтровать. И поэтому фактически любая ересь, она могла легко там... Ну там понятно, когда касалось каких-то моментов, таких там явно грех какой-то, то можно было отфильтровать, да. Но в целом, вот вспомни, ну я сейчас похвалю себя чуть-чуть, да, Смахненко. Мне кажется, что мы с Махненко были первыми евангельскими христианами, которые внесли в христианство, в русскоязычное, культуру, как бы, спора, позиции, способности к критическим... Ну были, понятно, что и до нас, и всегда были люди. Но вот так публично, это совпало с рассветом соцсетей, телевидение христианское появилось. И это была очень популярная программа. Я думаю, что это самая была популярная программа, вот из таких вот ток-шоу. Почему? Это свежий взгляд был. Почему? Потому что мы позволяли себе сарказм, юмор, конфликт, игру некую. Мы там били чашки, там ложили ноги на стол. И этим самым мы сводили с ума вообще вот христианство, которое ломалось под вот этим напором, ну как бы вот такой открытости и искренности. Так вот, мое впечатление, мое мнение, что мы должны все вынести, что нам очень срочно, очень важно, очень нужно прорабатывать... Так, мне пытаются звонить. Алло, да, да. Нам нужно как бы внедрять и видеть важность такого критического мышления. Вот смотри, мне Игорь Воренов пишет, я его сейчас выведу тебе. Не судите и не будете судимы. Вот понимаешь, вот это затычка для вот этой прививки от, ну знаешь, такого всесоглашательства. То есть вот этот текст мне писали миллион раз. Мне тоже. Мне тоже. То есть, допустим, предположим, купили Ильяховского или кнутом, или пряником, или взяли вилку какую-то, да, и он имеет позицию. Так, у меня всегда эта проблема, когда люди пытаются в эфире звонить, прости. Вот, поэтому первое, что давай зафиксируем и обратим наше внимание вот всем, кто смотрит нас. Очень важно, друзья мои, развивать, ну, не злостное такое критическое мышление, когда мы, когда мы как бы унижаем человека. Но культура христианская должна быть такая, что я люблю тебя, как брата, но не согласен с тобой. Потому что у нас, смотри, когда уже кто-то решается не соглашаться, это выглядит как оскорбление, как унижение. Вот, не знаю, ты наблюдал ли конфликт, который у меня был в свое время с Шевченко? Мое обличение Шевченко было смерти подобно для него, потому что он сидел на таком пьедседале учителя славянских народов, и вдруг кто-то не согласен с ним. А все, что было, я сказал, я с тобой не согласен, я считаю, что ты не понимаешь ситуации, я предлагаю тебе выйти в прямой эфир. Тем более, ты же подготовлен, помоги мне разобраться, а я скажу, в чем ты не прав. И мы поговорим. Но это было очень, я считаю, что в России это очень мощно было поставлено. Может быть, ну еще есть другие причины, но вот эта централизация движений, в которых, это как копировка государства было. Вот, если хочешь, я тебе скажу мое мнение. Ряховский очень похож на Путина. Очень. Это не то, что я пытаюсь, я знаю, что у тебя конфликт с Ряховским, но вот я наблюдаю. Допустим, выкручивание, вот такое, ложь, попытка, вот так, знаешь, прям вот смотрит в камеру. Брэша. Но настолько, как бы, изощренно, как бы, уверенно, что вот простачки верят. Ну, ты же понимаешь, что это ложь. Но он так уверенно говорит и вздыхает, там, кто-то со слезами уверенно вздыхает. И вот простачки верующие, не способные развить критическое мышление, у них, как бы, превозмогает вот эта точка, что это мой брат, я должен, ну, и это руководитель, мы все. И вот это, считаю, большим было злом. Поэтому, на мой взгляд, Альберт, я не знаю, ты, конечно, боец был, но, может, не всегда, но я думаю, что претензия сегодня, прежде всего, к российским епископам, что повторяли за властью все их изгибы. Они старались соответствовать власти. Это было, как будто бы, знаешь, искусством, ну, таким вот, входить к ним, вот, вот, все повторяли, вот, ну, не было способности сказать, вот, допустим, а я не согласен. Чести, скажу, украинских, вот у нас есть такой, Михаил Степанович Паночко, мне не все нравится, там, что он делает, что он говорит, но, к его чести, скажу, не раз были случаи, он выступал, по-моему, в Верховной Раде, он говорил, он выступал, с Януковичем общался, с Ющенко общался, то у него была эта способность, как власть имеющаясь сказать, вот он, мы с ним общались не очень давно, он рассказывал, как он прямо говорил Януковичу, что бойся Бога, ты там Богом, я не буду сейчас весь текст, потому что я подзабыл, но именно вот, ну, я знаю, что это было. И вот это, я думаю, в Украине чуть-чуть лучше все это выглядит. Мы были способны сопротивляться, ну, во-первых, нам способствует ситуация, у нас демократия, ну, на самом деле, совсем другая ситуация. Мы можем говорить и о нашем сегодняшнем президенте, ну, то есть, мы это говорим, у вас это говорит только оппозиция. Меня очень смущает, что в христианстве российском практически нет оппозиции, у вас единицы. Согласен. Знаешь почему? Вот ты сам поднял этот вопрос, потому что у нас создали эту систему, ее быстро создавали, ломали всех и вся, и у нас сегодня одна звезда по имени Солнце, это Сергей Риховский. Как он себя видит там на небосклоде? Она одна сияет, она одна может говорить, что-то высказываться, и больше никто ничего не может. Ну, это, вот смотри, теперь я, ну, знаешь, чтобы нормально выглядела программа, но ты же тоже уверен в этом, что он таким стал. Ты же стал с ним сопротивляться тогда, когда тебя сильно достало, когда у тебя там храм забрали, да, вот, чуть историю свою расскажи, вот. Потому что я-то увидел тебя, когда у тебя уже были вот эти траблы по храму, и ты стал сопротивляться. Ну, может, это и давно было, но вот, я не знаю, там, лет пять назад ты попал мне в поле зрения. Ага. Не, ну, это все началось раньше, 22 года мы в судах уже, как мы купили здание, строим, да. И у нас суды продолжаются, продолжаются, продолжаются там, вот. И ты знаешь, ну, да нет, я всегда был бойцом, я просто, мы всегда держались особняком и никогда не лезли. РосХВЕ, это в последнее время они продали все в руки Риховского, знаешь, и подчинили всех, что, типа, не лезьте, мы сами примем решение. Там же много сейчас, что изменили они, о чем я говорил. То, что ты говоришь, был виноват, да, наверное, отчасти был виноват, потому что я, несколько должностей было, но не совсем я был согласен. Там и никто и не слушал, видишь. Проблема, о которой ты говорил, критическое мышление, остро стоит сегодня. У нас нет людей, которые хотят мыслить, размышлять. Общество, действительно, как ты сказал, очень полярно стало. Ты или там, или там. И это очень близко почему-то вот к нашему, я не скажу к русскому мышлению или там к украинскому мышлению. Это мышление, вот, от которого мы думали, что мы ушли. Я называю это гомосоветикус, человек советский. Это вот общее, что в нас ложили за 70 лет. Вот, мы мыслим этим. Казалось бы, да, протестантизм, это критическое мышление, это априори, это в самом начале должно быть. Но его нет, оно выхолощивается. Его убирают, выбивают палками. Ты что, не согласен? Эти учения 2000-х годов, 90-х, там, закрой рот, смотри в зубы пастору. Это же все насаждалось, что это последняя инстанция. Там, в 90-х, 2000-х это были вот эти малиновые пиджаки, как у бандитов. В сумки таскали за всеми. Ну, я говорю, может, о харизматическо-писяческой среде. Я это настолько пережил. Я вот, когда служил в России, я вот приезжаю, я не привык, потому что у меня баптистские корни. И хотя бы харизматическая церковь, но вот этот баптистский фундамент, он так легко не выветривается. У нас не было вот этого оголтелого такого харизматического взгляда, что Бог нам отдал этот город, там все через нас, Бог остальных не имеет в виду. У нас этого никогда не было. Вот я приезжал в Россию, подбегают к машине. Вот я приехал. Ну, да, я гость, я буду служить, меня уже смотрят по телевидению. Подбегают к машине, меня пытаются нести. Вот буквально хватают там под руки, все, забирают у меня силой мой портфель. Я очень ужасно, ребят, я настолько себя ужасно чувствовал. Почему? Ну, вот я не знал, как себя вести. То есть в этой ситуации... Теперь, Сергей, зафиксируй эти даты. Сергей, помни, когда это было. Когда начали ломать русскую церковь, я имею в виду российскую церковь. Когда эти учения пришли туда, и это не зависит там от баптизма, от всего. У нас баптисты тоже долго сопротивлялись. Если ты из баптиста вышел, то у вас же были там... Не было епископов, никогда у баптистов. Сейчас у них там объявляют, там баптисты, там епископ такого-то региона, епископ еще. Ну, максимум, что было пресс-фитер по области. Или старший пресс-фитер над тремя областями. Зафиксируй дату. Ты это видел, ты приезжал из другой стороны уже и другой страны. Смотри, я это приписывал не российской церкви, а харизматическому движению. Потому что у нас-то тоже было. Сандеи, Мунтианы, понимаешь? Я это приписывал харизматическому. Но я думаю, что потихонечку и классические церкви... Но это же нравится. Это вот людям время нравится. И вот особое отношение к статусу пастора. Я уже говорил в своих программах. Вот эти были программы. Вернее, вот там, когда соцсети появились, фото. Лечу в первом классе. Бог благословил меня. Вот ноги вытянуто, человек фоткает. И показывает, что он в первом классе. Или обедом, знаешь? И вот эта игра была... Ну, лично сами мне говорили, епископа российская. Я там встречался. Мы там на завтраке у президента встречались в Вашингтоне. Когда уже все это началось. Он говорит, понимаешь? Мы так привыкли к уважению. У нас в городе увели нас во всякие комиссии. Вы давали нам три раза в год деньги на праздники. Власть. Я думаю, что Россия, как она действует? Она старается пряникам купить. Вот ключевых людей. Ну, вот как это Чечня. Как это вот всегда делается. Верующие вот тоже. Я думаю, почему Ряковскому сложно сопротивляться. Ему дали такой свой кусок славы. Вот ты там общественный совет. Ты там то. Вот посмотри, как они все разговаривают. Они обязательно рассказывают, что они там состоят. Они там в директорах. Совет директоров. Борт директора. Та-та-та-та. Они везде там. И это все. Вот мне эти епископы говорили. Знаешь, как это сложно все терять? Вот мы так привыкли. И вдруг бац, Крым наш. И это очень сложно. Очень сложно. И второй сейчас я вывод, который хочу вот сделать. По поводу вот этого. На чем церковь, считай, попалилась. И это, дай Бог, чтобы и украинцы тоже поняли. Украинцы, да. Нельзя быть очень близким к власти. Вот мы это с Геной говорили. Нельзя быть в обнимку с властью. Вот что такое дружба с властью? А там же вот все пропитано все равно таким, как ты мне, я тебе вот. Нельзя, когда тебе там землю дали. Вот у меня было одно общение с одним украинским пастором. И мы там собирались что-то уже говорить, сделать. И вдруг он звонит такой. Понимаешь, прилетел Ряховский, дали землю. Прям в центре города. Я сейчас ничего не могу говорить. Понимаешь? Поэтому обнимка с властью, она заканчивается тем, что у тебя закрыт рот. Нужно... Я не говорю, что мы должны сидеть в своих церквях. Но мы должны как будто бы на какое-то расстояние приблизиться, чтобы быть услышанным. Но не настолько, чтобы нельзя было уже говорить, что ты уже в обнимочку. Вот как ты считаешь, ты хорошо знаешь Россию. Вот эта обнимка с властью существовала или существует? Все больше и больше. Есть поговорка мирская. Кто танцует девушку, тот ее имеет. Я не знаю, слышал, наверное, такое, да? Вот сегодня очень красиво вальсирует и танцует указанные лица. И их имеет. Но вот это учение... Знаешь, я с 2000-х годов начал выступать и говорить против... Первый вопрос, когда тебе задают, когда ты приехал куда-то, спрашивают, ты под кем? Или твоя церковь под кем? У меня всеми фибрами души вызывало негодование. Я пришел... Как-то так... Я тебе объясню, как я объяснял. Я говорю, ребят, всегда с братьями, неважно, кто был. Я говорю, церковь не проститутка, ее никто не имеет. Ну нет, ты не так понял. Чуть ли кто вас не крешует. Я пришел с улицы в церковь. Я знал все эти законы, понимаешь? Я вырос в этой среде. Ну как? И здесь настолько было противно, что вы берете в церковь. Как она под кем? Ну типа, кто вас... Кто ваша крыша? Это же тоже вопрос. Он до сих пор актуален в России. Почему боятся выходить из союзов? Нужна крыша. Им внушили. Закон уже не требует входить в союзы. 50 лет иметь. 15 лет иметь. Церкви могут самостоятельно существовать. Я рассказываю это сегодня пасторам. Они в шоке. Да ладно. Да как? Мы выйдем, и нам ничего за это не будет. Там, понимаешь? Или Риховский на нас ФСБ не натравит. Ну, вот вопросы, которые задают. Реально. Я по регионам езжу постоянно. У меня большая часть жизни в дороге. Я работаю, встречаюсь, рассказываю все. Мне сейчас пишут, вот почему вы так много времени уделяете Риховску? Сверждете, что он признает вину? Нет. Вот я уже не жду. Альберт, я уже от Риховского покаяния не езжу. Я не верю. Вот его последняя попытка покаяться, или как объяснить, она настолько ущербная, настолько... Он мне напоминает Пескова, Гундяева, Путина. Это вот все ложь. Я делал примеры, как нужно калиться. Ну, он же тебя его пророки записал. Уже даже с Еремией себя сравнил. Да, да. И надрывно, да, он это все. Но теперь я отвечу, почему мы так много времени уделяем Риховскому. Потому что я скажу, что я вижу, Альберт. Я вижу... Ну, считаю, что Бог меня к этому призвал. Я такой глаз вопиющего пустыни. Вот. Я пытаюсь помочь остальным верующим выползти вот с этой скорлупы. Вот с этой вертикали, в которой как бы там наверху определяется, что... Я считаю, это большое зло. Это очень большое зло, потому что, когда есть такая жесткая вертикаль, тогда ты как будто бы зависишь, что с тем человеком там наверху. И если у него что-то ненормально, все вниз ненормально. Вот все-таки библейская модель, которая для меня очевидна, это... Вот были ученики, да? И четверо из них почитались столпами. Вот некое состояние такое, когда можно сказать друг другу. Допустим, по долгом рассуждении. То есть, это выглядело как спор, как обмен мнениями. А я так вижу, вот так вот вижу. Скажи, вот насчет крыши. Вообще, что такое РосХВЕ? Почему нужна была эта РосХВЕ? Я вижу там разношерстных людей. И вообще, можешь ты описать, там есть здравые люди? Или РосХВЕ – это вот клеймо, когда уже все. Или вот там есть люди, которых, можно сказать, он просто там, из-за этого давления. Или, может быть, даже выйти уже хочет. Вот как ты... Опиши РосХВЕ сейчас. И как оно образовалось? Ну, образовалось там... Они уж на меня обижались, что я свою трактовку даю. Отлично, от официальной. Организовывалось, как крыша, действительно, зонтик. В 97-м году, когда вышел этот закон, нужно было куда-то входить, чтобы церковь не потеряла свою там регистрацию. И из этого исходили там какую-то собственность. Я здесь спрошу. Как ты считаешь, не было ли это подсказкой государству? Ну, вот у меня прям кажется, что вот кто-то это догадался, сказал, слушай, давай вот... То есть, я знаю Ряхоцкого, он же был церквей Божией, там, где я, Чорчевгат. Это было... Чорчевгат. Нет, он уже был... Смотри, он был у пятидесятников. Потом он стал церковь Божией, Чорчевгат. Гитар Кноос по-немецки, епископ Евразии. Вот мы там все вместе были. И потом вдруг внезапно Ряхоцкий трансформировался из епископа Чорчевгат. Сейчас вот Павел епископ, да, Абашин. А тогда вот был Ряхоцкий. Он трансформировался в между... Когда все союзы стали соединяться. Я так понимаю, что это вот была такая... Ну, на мой взгляд, спецслужбы сделали такую идею, чтобы построить вертикаль, как все в государстве, чтобы максимально контролировать верующих. Чтобы не было разномнений, разночтений, разного мироощущений. Ну, так и было. Так и есть. А как? Но этого никто не видит, к сожалению. Вот сегодня прошло там 20 лет, начинают задумываться. А я тогда уже видел. И тогда об этом говорил. Как занесло туда слово «жизнь»? Ведь они же, ну, вот, ну, разное. Слово, как их туда занесло? Их занесло очень просто. Тоже надо было куда-то входить или иначе. Ну, всем грозили последствиями. Все где-то напугались больше нужного, понимаешь? Потому что тот же российский закон, он говорил, должно быть ЦРО централизованное или местное, то есть церковь. ЦРО было. Зачем им надо было входить? Вот понимаешь, в чем зонтичность РОСХВЕ? Они уже субъекты. А у них уже есть централизованные организации. Им не надо никуда входить. Ни в какие РОСХВЕ. Понимаешь, вот ассоциации слова «жизнь», если она была. Слово «ассоциация», конечно, они такое, ну, выбрали. Я всегда тоже воевал. Я говорю, ну, ребят, ну, давайте заменим что-то. Вот. Не надо было никуда входить. Но тянуло. Но всем как-то намекали, объясняли там. Вот, ну, вот, постепенно начали обрастать. Сейчас, по-моему, около 30 ассоциаций входят в РОСХВЕ. Конечно, они все разношерстные. Но всех причесали. Постепенно. Ведь кто такой начальствующий епископ? Это выборная должность. Сначала был вообще председатель Союза. Ну, а раз его когда-то выбирали, ну, в смысле, он... Или всегда его выбирали? Выбирали, конечно. Не было ничего. Сначала простым большинцом голосов там. Ну, понимаешь, на 4 года – это функция менеджера. Это не духовное лицо только. Это функция, ну, представительская. Представлять нас там перед всеми. И то он должен быть, как бы, там, система, ну, была противовеса. Выстроена, в уставе прописана. Но постепенно все захватил свои эти. То же самое действует. И действовал он точно так же. Кого подчинить, кого приблизить. И последний, конечно, собор, он был вообще, ну, вот, где выбирали опять. Из никого. Я перед этим год потратил, я проехался по всем главным нашим братьям, главам ассоциаций. Ну, централизованных организаций. Говорил, что вы делаете? Я говорю, ну, посмотрите, у нас Путин умнее. Всегда выставляет там Богданова, Жириновского и прочих Овских там. Ну, понимаешь, да? На выборах. А у нас-то нету. У нас что, одна звезда, что ли? Ну, давайте не позориться перед всем миром-то. Ну, неужели нет достойных? Есть. Все боялись. Как один? А зачем мне это нужно? Да ты не представляешь. Вот смотри, ну, я думаю, ну, наверное, был такой разговор. Приходит Мацула к Ряховскому и говорит, Сергей Васильевич, мы самодостаточное нормальное движение, но, видишь, этот закон, можно мы формально войдем? Ну, то есть, ты же не родил меня, ты не отец мне духовный. Просто из-за государства мне сегодня нужна просто, ну, какая-то бумага юридическая. Наверное, так было начало. Все так и было. Они же не пришли и сказали, давай ты будешь нашим отцом духовным. А потом что-то произошло. Вот что вот это было, что через время стали бояться его? Смотри, сначала, когда еще Ульф был, да, и там не было субъектности у того же Мацулы. Мацулу был уже третий или четвертый пастор. Там они книжку написали, историю слова жизни в Москве, ну, переврали немножко первых пастыров, не вспомнили даже, кто там был. С чего начиналось в 94-м году в Москве именно, не в Питере еще. Вот. И везде это звучало так. Всегда было, и до сих пор это осталось, что слово жизни не хотело, чтобы кто-то из пастырей приезжал на эти соборы. Всегда говорили, пастыр Ульф, пастыр Ульф. Пастыр Ульф сказал, пастыр Ульф сказал. Риховский, Сергей, нам не епископ, он нам никто. Пастыр Ульф не верит в епископов. Пастыр Ульф не верит в то. Он апостол, он наш этот. Все. И вопрос был, а зачем мы тогда там? Ну, как бы вот я хожу туда, а вам не надо туда ходить. Я за всех там скажу, проголосу. Зачем? Я думаю... Так. Что-то связь вырубилась, друзья мои. Но я перестал видеть Альберта. Да. Так. Друзья мои, напишите, слышите ли вы меня. По какой-то причине исчез Альберт. Наверное, мы кому-то мешаем. О, он сейчас снова появился, надеюсь. Алло. Слышишь? Алло. Мы в эфире. Я не знаю, меня слышно или нет. Почему-то нас выбросило быстро все. Я тебя слышу. Ты слышишь меня? Алло. Я тебя слышу. Я слышу тебя. Говори. Сергей. Да. Может быть, напишите что-то, что если я в эфире, я бы мог рассказать что-то. Говори, говори. Пока ты подключаешься. Говори, говори. Ага. Хорошо. Я тоже не понимаю, что происходит. Друзья мои, напишите, кого вы сейчас видите. Простите меня, у нас сейчас тут ситуация чуть-чуть. Раз, раз, раз. Я тебя слышу. Друзья мои, напишите. Так. Ты меня слышишь? Говори. Хорошо. Я тогда продолжу. И сначала это не нужно было. Не нужно было, как я уже говорил. И постепенно где-то подмяли. Где-то страх есть. Потому что ты понимаешь, что слово жизни – это все-таки иностранцы. Это иностранные. Были какие-то там, наверное, давление было. Но и слово жизни изменилось. И тот же Мацулла изменился. Особенно, когда ушел Ульф Экман. Это шоком было для всех. Ну и, наверное, для кого-то это попытка взять реванш и взять власть на себя над всеми. И в том числе и над окраинами, как ты называешь. Но не ожидали, наверное. Хотя я думаю, что и московское слово жизни, они прониклись этим имперским духом. Это чувствуется везде и всюду. На всех конференциях. Мы были там. Но, знаешь, все время мы вас научим, мы вам расскажем. Не желая понимать, что все, кто сейчас во главе слова жизни в Москве, они все приезжие. Они настолько слились. Они настолько как бы купились Москвою. Получили там и жилье, и квартиры, и хорошие зарплаты. Ну, я ничего против этого не имею. Но когда вы там, когда у вас огромная ресурсная база, вы выкачиваете из всей России. Это же как сам город. Он выкачивает все из всей России. Он забирает все. Когда иностранцы приезжают, мы им объясняем, что многие же так и говорят, куда бы ты ни поехал. Что Москва – это другая страна. Весь бизнес зарегистрирован там. Все налоги платятся в Москве. 98-99% всего оно там. И поэтому, наверное, как-то дух города ломает даже верующих. Они сами не заметили, как их подменили. Они тоже выкачивают все из церквей. Молодежь, людей. Все едут в Москву. Все ищут работу там. И когда на конференциях они только учат. Мы вас научим, мы вас научим. Чего вы можете научить церковь, где там 20, 30, 40, 50 человек. Вот в ассоциации «Слово жизни», я не знаю, в эфире, ну, по крайней мере, ты запишешь. Из 230 церквей плюс всякие религиозные группы, 85%, как мы разговаривали, составляют церкви до 50 человек. Вот подумай об этом. Я знаю систему финансирования ассоциации, как это действует. Я, наверное, расскажу об этом получше. Вот. И я просто тебя не слышу. Ты мне пишешь, но тоже хорошо. Ты мне не слышишь. А сейчас? Не слышу. Вот оно так и перешло. Зачем? Им союз тоже непонятно. Мне кажется, сейчас, ну, им надо честно посмотреть внутрь себя и сказать, а зачем нам такой союз? Зачем нам такой начальствующий? Мы выбирали, ну, человек, который бы представлял нас. Он не человек видения. Риховский никогда, ну, пусть уж люди говорят, что там, вы много о нем говорите. Он не человек видения. Мы говорим... А что было на последнем заседании РосХВЕ? Ну, многие спрашивают. Я выпустил видео немножко. Вот они сейчас ищут, кто мне рассказывает все из разных источников, откуда у меня даже видео заседание. Я так понимаю, наверное, охота на ведьм началась. Она всегда ведется. Они же, ну, боятся даже друг друга. Я не знаю, это страшно даже. Думаю, во что они превратились уже? И так все засекретили. И так все вывели. И так обрезали всех. Пастырей. Голосуют пакетно. То есть вы не приезжаете, там, глава ассоциации проголосует за вас. А уж как его, там, пряничком или кнутом подстегнуть, это уже найдут в Москве. Как с ним поговорить, кто поговорит. Тем более сейчас главный советник, там, сотрудник ФСБ. Никто не скрывает. Глаза сначала еще в 19-м году выставляли, там, да как, да что бы. Да сказали бывшие военные. Ага, с 16-го года взяли на зарплату человека, которому еще 40-ка не было. Да, по-моему, 40 не исполнилось еще. Вот. И на пенсии вдруг. Ну, вот, близорукостью назвать я не назову. Я думаю, что это страх, это вот запуганные такие уже они. Ну, заканчиваем, может быть, вот такой свой спонтанный монолог. Я скажу, знаешь, ведь написано же, вожди слепых, куда вы ведете? Слепые вожди ваши, они ведут вас. Куда? Люди, подумайте над этим. Задумайтесь. Вот в последнее время я об этом говорю. Надо перестраивать новые, надо строить что-то новое. Но РосХВЕ, если о нем заговорили, его надо переучить, ждать на новых основах. Вот. Возвратиться к библейским основам, не к вот этим манипулятивно, таким политическим каким-то вещам, хотя они отвергают эту политику и все остальное. Строить братство. Его же нет. Слова есть, да, красивые. Вот. Но и есть попытка вот это подчинить под себя, всех подломить под себя. Что удачно удается. Сергей, есть что-то? Напиши. Да, сейчас я тебе напишу. Так. Я просто не вижу, ну, выведя хоть какой-то вопрос, может быть, пока нас соединяют. Я не знаю, что за программа и почему нас так быстро выбили с тобой. Да. Я тебя слышу и вижу. Да. Да, я тоже, но вот какие вопросы еще? О чем бы ты хотел спросить, о чем бы ты хотел поговорить? Пока вот у меня крутится подключение, как будто ты подключаешься. Я тебе расскажу пример, наверное, всем нашим зрителям, о критическом мышлении. У нас в Калуге, в нашем Калужском регионе, последние вот десятилетия чуть больше, построено очень много крупного бизнеса, особенно машин. Производство машин. У нас три автогиганта. Скажи еще, что ты считаешь, будет дальше, особенно в России? Скажу сейчас, ладно, пример расскажу, да. И у нас завод Volkswagen, который выпускает Volkswagen, там Аудио и Skoda, какие-то машины, вот. Потом еще один французы с Mitsubishi, то есть это район Mitsubishi завод. И у нас еще один, да, у нас завод. Это грузовики делают Volvo, Renault. Три автогиганта хвалились в свое время, под них подстроили еще кучу мелких заводов. Вот там еще плюс другие кластеры какие-то развиваются. И вот был очень показательный случай. У нас много членов церкви и работают на одном заводе, на Volkswagen. И даже кто-то из преследовательского совета у нас был на высокой руководящей должности. Над ним только был немец-иностранец. И случился такой интересный случай, когда открывали, по-моему, последний цех, потому что от отверточной сборки происходили к полному циклу здесь, в Калуге. По-моему, цех, который выпускает двигатели, я не помню сейчас. И приезжал президент Владимир Владимирович Путин туда, на этот завод, открывал, венточки перевязал. До этого, конечно, готовились и ФСБ, и ФСО просматривали всех, рабочих многих отправляли, там с кем-то проводили беседы, как я понял. Но из ЭТР, а тем более из столь высокого уровня людей, почти никого не затронули. Но вот человека из церкви его вызвали, немец сначала предложил всякие бонусы, плюшки, чтобы в этот день только он не выходил. Ему сказали, вот, ну, не надо день к отпуску, там, или два, премии, еще что-то. Много, в общем, всяких таких плюшек дали, и он не вышел. После этого всего, когда прошло это все, весь день этот все закрылось, через день, там, или через два, по рассказу, его вызвал тот его начальник, немец, который высокое положение на заводе занимает, и начал извиняться. Сказал, ты извини, пожалуйста, но вот дело, которое есть там в спецслужбах России, и на тебя там написано, что ты протестант, и говорит, это не мы попросили, это нас попросили, чтобы тебя не было, потому что вы протестанты, как бы отличаетесь критическим мышлением. Ты знаешь, это было, ну, настолько необычно, что вот иностранец, люди, да, и наши спецслужбы, они думают о нас вот так лестно, что мы люди с критическим мышлением, ну, и понятно, что неудобные вопросы мог задать, реплики какие-то бросить, все остальное, лучше человеку дать кучу разных пряничков и оставить его дома. Ну, вот такая история, понимаешь, о нас думают, о нас говорят, что мы люди с критическим мышлением, но этого не наблюдается в церкви. Вот даже по первому комментарию, когда не судите, не судимы будете. Ведь поэтому церковь, она и попадает во все эти ловушки. То есть получается, мы обо всем судим, да, о мире, о гомосексуалистах, о семье, о других, о проблемах, о войне, мы уже специалистами, о ковиде, обо всем. А к нам ни-ни, ссоры здесь бы не выноси, не рассказывай, не говори. Отсюда столько скандалов, которые сейчас разрывают церковь, особенно вот протестантскую церковь, харизматическую, да и католиков, да и православных, потому что вот это желание, типа мы святые, мы особенные, знаете, да, что мы обо всех судить можем, а нас никто не может судить. Это такое заблуждение, а нас судят точно так же. Мы такие же люди из плоти и крови. Нас судит Господь еще, на нас большая ответственность, но мир смотрит на нас и видит все. Он видит скандалы с этим, с Хиллсхонговским вот этим пастором, сейчас вынесли это на всеобщее обозрение. Опять не судите, что ли? Вот эти скандалы в разных церквях, там, с педофилией, они же есть, они были и в Росхве, то же самое. У некоторых епископов есть, дети, педофилы были, люди жаловались, все прикрыли, все спрятали. Проблема самоубийства, я был сейчас в Сибири в регионах, мне рассказывают, пастор один покончил жизнь самоубийством, не выдержал давления от братьев. То же самое. Был в другом регионе тоже, там, был такой случай, который все это пытаются замять. Под словом не судите. Как не судить? Мы не судим, мы рассказываем об этом. Люди, во что мы превратились уже? Во что превратились? Одному пастору комсомолка писал, тоже входил в систему слова жизни, там, сколько, 10 лет дали где-то в Сибири, или развращал детей, сажал, действия насильственные производил, все газеты написали. А нам, роду, закрывают, не судите. А когда говорить об этом? Когда уже поздно, когда весь мир уже смеется, весь мир поднимает, вот сектанты что творят. Вот эти скандалы с деньгами, о которых мы говорили, давайте разберемся, давайте честно проговорим об этом. Я первый уже несколько лет говорю, ну что мы творим? Ведь все это становится известно. Скажи, есть сейчас ситуация, что Риховского снимут РосХВЕ? Я не знаю, я сомневаюсь, но мне кажется, что просто уйдут люди. Ассоциации начнут выходить. Я же дружу с многими все равно. Я предлагаю другую систему. Я предлагаю альянсные отношения. Для этого я вошел во всемирный евангельский альянс, дружусь там. И сейчас работаю над сборкой национального евангельского альянса. Я предложил, уже много властей откликнулись на это, чтобы не выстраивать структуру, а выстраивать культуру. Это главный лозунг культура против структуры. Но все равно все большинство пастырей, они мыслят структурами. Легче отдать кому-то власть. Сходи за нас, проголосуй. Что это значит? Это значит, ты будешь отвечать за это. Мы не хотим ответственности, пастыря наши. В силу разных причин. Мы не хотим ни за что отвечать. Даже за... Вот они приняли, они нам сказали. Я много раз был. Последний раз я был... Год назад у нас была встреча большая, там, по слову жизни, где-то в Сочи. И там проблему ЛГБТ разбирали. 250 пастырей, я знал 5 или 6 человек. Мы с Василием Вяческом стояли, я с ним разговаривал. Говорю, вот тут никого не знаю, кто эти люди, кто эти пастыра. Ну, бывших очень много наркоманов, алкоголиков там, или еще кого-то. Вот. И одно, что я видел, я говорил об этом. Я говорю, вижу в глазах. Вы нам скажите, как? По всем вопросам. Вы нам разжуйте. Вот откройте нам коробочку, вложите в нас туда какую-то митинку. Мы так и будем жить. Мы сами не хотим думать. Мы сами не хотим изучать. Мы сами не хотим принимать какие-то решения. Так, опять Сергей Демидович, скажи, есть шанс, что евангельские христиане смогут возвысить голос за правду и станут не прогибаться сильно под власть, но и обличать? Шанс всегда есть, я скажу так. Но это все зависит от совести человека. От страха и там бесстрашия его. Вот ты вспомнил, да, Александра Трофимовича Семченко. Тоже, казалось бы, был бесстрашный человек. Он приходил ко мне, записывался на канале. Я одну тему поднял тоже. Вот отношение к войне, отношение к армии, ко всему. Говорю, как в советское время вы не принимали присягу? И почему сейчас все принимают? Он не знал, что ответить. И эти вопросы я задавал. Я задаю неудобные вопросы. Я говорю, почему я это спрашиваю? Не из-за там хайпа какого-то или не ради какой-то славы и всего остального. Как молодежи сегодня объяснять, что деды, отцы, да, ну, скажем так, духовные, кто был в церквях в советский период, шли в тюрьму, не принимали присягу. Да, потому что в Библии сказано не клянись никому. Вот в этом было все преткновение. А сегодня на перегонки все выставляют свои фотографии, своих детей, кто где служил, кто как, в каких войсках, там мой такой, мой такой. Все, принимай, служи. Где вот эта дискуссия? У них вопрос у молодежи. Какую вы нам историю рассказываете? Какую-то глупость. За что вы сидели? За что вы... Ну, нет в этом ничего героического сегодня. И никто не хочет обсуждать эти темы. Они уже назрели. Тем много, и их больше. Станут, не станут прогибаться? Не знаю, не знаю. Есть ли у тебя что сказать украинской церкви? Серьезный вопрос. Я никогда об этом не думал. Я понимаю, что сегодня мой голос все громче и громче звучит. Ярче люди слышат, люди слушают, прислушиваются ко мне. Но вы, наверное, пример для нас. Я знаю, что многие сейчас, кто слушает здесь, в России, наверное, оскорбятся. Вы пример любви. Когда вы трудитесь сегодня, вы работаете в самых тяжелых точках, вы служите людям. Это непростое для вас время, для вашей страны время. Вы на передовой. Вы ваши капелланы, то есть священники. Вы служите. Я изучал этот опыт. Я говорил об этом уже долгие годы. Давайте поднимем тоже. Давайте предложим, чтобы гуманизировать нашу армию тоже, нашу полицию. Потому что вот эта вот полная свобода действия, она порождает то, что порождает. То, о чем вы говорите сегодня. Кричите везде, всему миру и показывайте это все, что происходит. Буча, Ирпень, Гастомель и другие города. Вы говорите об этом честно, ясно. У меня заявление сейчас в Церкви Слово Жизни Украины. Я хочу его озвучить тоже. Это боль. Мне очень много пишут сейчас там ректоры ваших учебных заведений, христианских тоже мне переслали сейчас. Посмотрите, что вы прокомментируете. Как вы? Я совсем согласен с каждой строчкой. Тот уровень дискуссии у вас намного больше, намного выше этот уровень. Вы способны разговаривать. Я сейчас, конечно, поймите, я даю вам сейчас высокую оценку, высокую планку, хотя все есть на местах. Хотя все есть. Но у вас больше учебных заведений. Вас государство в этом не контролирует. Вам не говорят, как верить, с кем дружить, с кем не дружить. Вас не вызывают на эти советы, где уже разослали, как вы слышали, уже разослали проект, который мы все подпишем сейчас, нашего общего. Разослали проект нашего общего круглого стола, и мы его подпишем. Оно, я думаю, для вас это тоже дикостью даже звучит. Вы многому можете научить. Главное, чтобы мы хотели учиться. Есть те, кто слушает, слышит и хочет учиться. Есть те, кто прочитал или посмотрел. Я зачитал обращение Виталия Максима Когана, где он обратился к тому же Риховскому, и сейчас сам трудится. Это пример, это огромное вдохновление для нас тоже трудиться, тоже работать, тоже что-то делать. Я даже не знаю, друзья, мне надо подумать над этим. Действительно, этот вопрос застал меня вот так врасплох, скажу так. Но то, что есть уже сегодня, чему мы можем научиться. Я много раз был в разных церквях Украины, у меня были приглашения, я был в Харькове, в других городах, в Житомире, в Киеве, на Западной Украине никогда не был. И то, что я видел, то, что я знал, у вас намного больше церквей, у вас намного больше верующих людей. К сожалению, скажу, это мое сугубо мнение, вот сегодняшнее вот это харизматическое, писяческое движение в России, оно деградирует. Люди уходят из церквей, церквей все меньше и меньше. Я поднимал эти вопросы сотни раз, говорил, съездите в регионы, посмотрите, как люди живут. Это дикость, когда ассоциации, когда большие церкви берут десятины с маленьких церквей. Я говорил, мы должны помогать этим церквям. Большие церкви, там, областные церкви или московские, не с них собирать, не с них брать деньги, а наоборот служить, где-то помогать, где-то что-то построить. Там еще беднее, разруха, ой. что вы ожидаете от нас, как позиция по отношению к вам? Как позиции, что вы ожидаете от нас? Сергей не совсем понимал вопроса, что мы ожидаем. Ну, мало кто чего ожидает сейчас. Все боятся сказать о своих ожиданиях. Мы, я понимаю, что вот эти диалоги, кстати, сегодня вот у баптистов состоялся тоже такой диалог, Бахмутский, по-моему, с кем-то разговаривал с вашей стороны. Мы понимаем, что мы, люди веры, мы духовные люди, мы пастыри, мы священники, мы должны первыми идти и протягивать друг другу руки. Если наш диалог станет площадкой какой-то, если к нам подключаться другие свободомыслящие, или свободолюбивые люди, или просто честные пастыри, епископа, я буду только очень рад. Нам нужно больше таких площадок. Кстати, по баптистам я в последнее время просто удивляюсь, знаете, я удивляюсь Петру Митцкевичу, который возглавляет этот союз. Смелый человек, который делает смелые, открытые, пусть мягкие заявления, но он делает это. Он не трус, он не подлец. Позиция баптистов сегодня, вот в сегодняшнем протестантизме, в российском, она намного более честная и правдивая, я слова подбираю, чем у других союзов. Я не знаю, почему. Хотя я знаю, и другие есть, я с уважением отношусь к лютеранам. Близко дружусь сегодня с очень многими главными конфессий нас, России, здесь. Так, Альберт, большое спасибо, прости, что технически нас вырубили с нормальной, с нормального общения. Мы прощаемся с тобой, и я хочу вывести в эфир другого пастора с России. Сергей, спасибо вам, спасибо тем, кто смотрел, нас зрителям. Наверное, ты дашь нам возможность тоже на канале «Взгляд с небесный» разместить нашу с тобой беседу. Я буду тебе очень признателен и благодарен. Все, я прощаюсь со зрителями, я не хочу забирать у вас время, благослови всех Господь, мы любим, мы молимся за вас, молимся, чтобы наши отношения братские, христианские, потому что церковь, она вне границ, церковь, она Христова, мы с вами Христовы, мы граждане иного государства, мы граждане неба, и это никогда не должны занимать. Да, есть свои, я заканчиваю уже, есть свои, наверное, интересы, политические интересы, политическая правда у государства, у правителей наших, но церковь, это народ, который среди всех народов, он один должен быть, единый и неразделенный, никем, в том числе, безбожными властями. Благослови всех Господь. Спасибо, Сергей, большое за приглашение, очень ценю, надеюсь на продолжение. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,